Всем привет! Приветствую вас на своем канале Сербия Онлайн. И сегодня я вам расскажу о том, как мы учили сербский. А для начала не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, поехали! Естественно, по приезду в Сербию нам, как всем нормальным людям, необходимо было начать сербский язык учить. Ну, мы, конечно, еще дома пока были, смотрели в интернете, что-то там пытались находить, что-то нашли. Но, естественно, в те времена еще ничего не было, это 4 года назад. Еще информации было очень мало на интернете, и все, что смогли, мы там нашли и выучили, какие-то тесты прошли. Ну, это только там какое-то определенное количество слов. Ну, мы так обрадовались, ой, как здорово, такие же слова, как у нас, похожие, язык похожий, вообще славянская группа. Вообще, типа, будет классно, легко, и мы там за полгода все это осилим, все это выучим. Ничего подобного. Прошло уже 3,5 года. Я вам скажу, чем больше я его учу, тем мне еще больше его учить и учить. Только дочка одна наша хорошо его осилила из всей нашей семьи. Ну, вот, приехали мы в Сербию, повели ребенка в школу. Ну, естественно, мы говорим, мы не знаем ни английского, ни сербского. Пришли, мы документы принесли в школу подавать, там нас понять никто не может. Ладно, есть такая у нас учительница, сейчас мы найдем, приведем вам, она по-русски знает. Привели нам эту учительницу, ну, она помогла перевести, все. Она работала в школе и преподавала в билингвальном классе. То есть, с русским уклон, для русских детей и для, в общем, для русских детей, а специально для организованной класса в этой школе. И, когда мы документы уже подали, все, поговорили с ней. И она говорит нам, типа, если вам необходимо учитель сербского, теперь я пошу на услуги. С ней договоримся. Ну, тогда мы пришли, подумали, ну, конечно, хорошо, человек работает в школе, преподаватель. Ну, и русский хорошо знает, там будет хорошо, легко и просто, и с ней будет гораздо легче всем с сербским преподавателем. Ну, ладно. Договорились, значит, мы с ней. Оказалось, что мы еще рядышком живем, недалеко от нас. Вообще-то все очень удобно. И удобное для нас время будут проходить уроки. Уроки-то проходили. Но язык мы не учили. Началось с того, что мы договорились на изучение урока через день. Ну, чтобы быстрее его осилить, у нас было столько энтузиазма, столько энергии, столько порывов. Все, надо быстренько язык выучить и новую жизнь. Договорились мы, значит, на полтора часа каждый урок у нас. И через день. Платили мы по тысячу динар. Ну, это не дешево, я вам скажу, за урок. Договорились на полтора часа, но уроки наши тянулись по три с половиной, по четыре часа. И через некоторое время уже, только она приходила, Вика уже сразу на пороге падала в обморок. О, опять пришла, о, опять забыла, о, опять она здесь. Как-то Вика ее сразу почему-то не полюбила. Ну, у нее какие-то были странные действия, она приходила и приветствовала Вику вот так. То есть она свой палец ставила, как викина голову, как типа антенна, связь с космосом. То есть она с ней соединилась, она с ней вошла в контакт, все, типа, сейчас будем учиться. В общем, учили-учили, мы учили-учили. Принесла она нам учебники. Сейчас я вам покажу. Вот так они выглядят. Для сербских, для сербов, конечно, это, наверное, что-то, какое-то подспорье. Это, конечно, помогает учебе. Но для нас это было, как, я не знаю, как китайские иероглифы. Все одинаково, что этот учебник, что китайские иероглифы. Абсолютно ничего не понятно на сербском языке, без каких-либо объяснений. То есть мы не знали, сейчас эти слов, мы не знали вообще, что здесь написано, что здесь не понятно. Нам дали учебники, подчеркнули, написали, рассказали. Так, это поучите, это посмотрите. Так, грамматика без муки, что, где, когда. То есть надо было начинать с первого класса, ну, то есть с ОЗО буквально, там, с букв, с цифр, со всего прочего. Это мы мельком проскочили все. И нам дали такие грамотные, хорошие учебники для поддержания, для самообучения. И, значит, как она вам объяснила? А, принесла еще учебник, самый первый был наш учебник. Он назывался «Русский как нематерный», нет, «Сербский как нематерный», то есть «Сербский как неродной». В общем, для иностранцев, для седьмого класса. То есть где остальные семь классов были, шесть классов, непонятно. То есть нам нужно было начинать с самых АЗО, самых, там, букв, самых первых, там, слов. Ну, то есть учить слова, учить буквы, учить падежи, учить времена, все прочее. Нам дали учебник для седьмого класса, «Сербского как неродного». И вот, что с этим учебником делать? Даст нам задание кинуться от того учебника? Мы прочитать не можем, мы понять ничего не можем. Муж постоянно ее спрашивал, скажи, какие правила, как мы должны вот это выучить, на основании каких правил, чтобы я мог понять и все это полочком у себя разложить и запомнить. То есть на основе, как бы, вот русский есть правило, правило выучил, дальше знаешь, как пишешь. Ну, также, наверное, в сербском есть какое-то правило, на основании этого правила все пишется. Правил здесь нет, это исключение. Правил здесь нет, это исключение. В общем, правил в сербском языке у нас не было, были одни исключения. Исключением постоянно записывали тетрадочку в отдельную, это исключение, это исключение, правил нет. Как позже оказалось, что в сербском языке правил не меньше, чем в русском, и падежи такие же, там плюс еще один, и множественные, единственные числа. То есть очень много схожего, но в тот момент нам чего-то не объяснили. Как мы учили? Нам задавали, через день были у нас уроки, И нам задавали каждый день по 20-30 слов в лучи. Ну, естественно, рвения было много, желания было много. Учили мы, учили. Ну, как мы учили? То есть учительница уходит, потратив 4 часа нашего личного времени. Мы уже, естественно, ослабленные, мы уже из мотора не такие уже, скорее бы ты ушла. И обучение проходило, естественно, на русском языке все. Мы говорили в основном на русском, хотя она нам говорила, говорите на сердском, говорите на сердском. Ну, как мы можем говорить на сердском, если мы не знаем ни падежей, мы не знаем ничего, мы знаем только определенные слова на инфинитиве. Все. Что мы можем говорить? Просто набор слов собирать, без всяких окончаний, без всяких там склонений, без ничего, просто набор слов. Ну, это же ненормально говорить на сердском. Когда она уходила, мой муж по носкому, он тут же лечился после урока ракии. То есть через день после учебы у нас была ракия. Дочка, она вообще перестала воспринимать училинство, говорит, мы как-то вот неправильно, не по той системе учимся, не то делаем. Нам задавали домашние задания. И, наверное, месяца через полтора-два домашнее задание стала только одна я выполнять. Потому что Вика сказала, мам, она все равно забудет, что она задавалась, все равно спрашивать никто ничего не будет. Муж сказал, что он не в состоянии выполнять это задание, потому что открываешь учебник, и она нам пишет, так, вписать буквы в слова, мы не знаем этих слов, мы не знаем их обозначения, как мы можем вписать буквы, если мы даже не слышали, как слова эти читаются. То есть такие были безумные задания, такие были безумные упражнения домашние, такое вот просто глупость. То есть у человека не было никакой системы, у человека не было вообще опыта преподавания сербского языка. Да, человек носитель языка, да, конечно, он там знает сам грамотно, может там писать, говорит грамотно, все, но он не может научить тому же самому других людей. Поэтому не делать такой ошибки никогда. Не берите непроверенных преподавателей, которые приходят только поболтать с вами на вашем русском языке, потому что вам это легко удается, взять за это деньги. То есть это была большая глупость. И когда мы учили еще язык, чем она заканчивалась каждый вечер? То есть, ну, естественно, слово задавалось много для изучения, и нам необходимо было каждый день пополнять свой багаж знаний. И мы каждый вечер собирались с семьей, садились на диван, либо на кровать и учили слова. Ну, 20-30 слов дополнительно каждый день, 20-30 слов мы все учим и учим. Поначалу ты легко давалась, потом стало все веселее и веселее. То есть запас слов большой, но ты их не используешь практически, поэтому они очень тяжело ложатся. И до смешного доходило, то есть, например, я читаю слова, а муж мне их отвечает, что они переводят там на русский, либо на обратно на сербский, проходит там 10-15 минут. Сначала один замолкает, потом второй замолкает. И я давлю себя на мысли, что я просыпаюсь с тетрадкой в глазах, то есть мы все вырубались через 10-15 минут после изучения этого языка. В общем, прошло сколько так, наверное, к тому, когда мы в сентябре начали учить, октябрь, ноябрь, декабрь. Да, в конце декабря мы купили квартиру. Нам необходимо было срочно сделать ремонт, чтобы переехать с съемной квартиры. И последнюю уже урокинга проводили, мы уже торопились ремонтом заняться. Ну и учительница нам сказала, у Вики хорошо получится, у тебя типа тоже, ну, еще есть шансы. А нам уже сказала, дай ему шансы вообще. Типа ты вообще язык не выучишь. Ну, он тогда и распоясался, думает, ну, и ладно, не учи, так и не выучи, и не надо. Ну, а потом мы начали делать ремонт, попросили ее с уроками приостановить пока на время там, на недельку, на две, чтобы быстро ремонт сделать и переехать. Мы так были все счастливы, и она, и мы, что мы расстались с этим изучением языка, потому что, ну, неправильный был наставник, неправильный был изначально посыл к изучению этого языка. Ну, то есть у человека не было системы, и мы учили, как попало. Тогда она уже поняла сама, что она ничего сделать не может, она уже расставила нам какие-то эти ярлыки, ты сможешь, ты не сможешь, типа ты там вообще уже без шансов. То есть она поняла, что она уже ничего не может сделать дальше. До какого-то определенного угрома мы дошли, ну, все, что она смогла, она смогла донести, и больше она уже была бессильна. Ну, в итоге начались зимние каникулы, она ушла на каникулы, уехала там к себе домой к матери, ну, и прошло, прошел январь. Мы должны, наверное, в конце января начать повторять, повторить, продолжить обучение. Ну, в конце января она не появилась, ссылаясь на какие-то свои там трудности жизненные. В феврале я пишу, звоню, она мне говорит, я сейчас пока не могу, у меня там какие-то вопросы возникли. В общем, она, так сказать, тихо по-английски испарилась. Как мы были счастливы, как мы были рады, что нам не пришлось с ней расставаться как бы на неоптимистическую ночь, что она просто нас покинула сама, просто ушла. Ну, и как-то потихонечку так у нас вот произошел этот развод-разлад, то есть она сама ушла. И мы начали искать, с кем мы сможем дальше хорошо начать учить язык, чтобы уже это было качественное изучение, чтобы не было таких уже вот непоняток. Ну, и в конце концов, где-то в феврале месяце мы нашли преподавателя из России, преподавателя русского говорящего, то есть он знает несколько языков, и мы с этим преподавателем сербского из России взяли примерно 45-50, наверное, уроков, и мы за это время очень хорошо подтянули свой язык, ну, прям вот выучили заново, можно сказать. Конечно, рвение уже было не то, желание уже было, совсем не было учить язык, ну, была только необходимость, но мы очень быстро освоили. Ну, опять же, уже какое-то время здесь пожили, было немножко уже полегче, чем изначально. В общем, мы взяли хорошего учителя, и за короткое время мы хорошо подтянули, выучили язык. Поэтому я вам рекомендую, если вы не уверены, преподаватель, если вы не знаете, хорош ли он или нет, смотрите по рекомендациям, читайте интернет, берите рекомендацию своих знакомых по учителю языка, чтобы время и деньги впустую не тратить, и желание, чтобы ваше не уходило в пустоту. То есть, если начали учить, учите с достойным, уже качественным наставником. Ну, а на сегодня все. Вас ждет еще много интересного, много рассказов о Сербии, и много путешествий по Сербии. Оставайтесь с нами. И на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока.